А в отделе истории Национального музея представили мультимедийную выставку «ГУЛАГ» в Республике Коми. Это новый информационно-познавательный ресурс, который объединил в себе все выставочные проекты о политических репрессиях на территории региона. Теперь любую интересующую информацию можно получить виртуально. В этом убедилась Нина Чешкова. «Люди и судьбы» – так называется одна из рубрик нового виртуального проекта. В ней спрятаны данные о миллионах искалеченных жизней, о всех тех, кто погиб и пострадал в ходе политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия, отправленных в лагеря и ссылки, лишенных гражданских прав. Ресурс дает удивительные возможности и, самое главное, надежду. С помощью этой карты можно узнать какую-то частицу информации о своем родственнике, судьба которого привела в ГУЛАГ, привела на территории Республики Коми в 30-е и 50-е годы. То есть здесь будет и список заключенных. Можно просто ввести фамилию своего прадеда, бабушки и открыть для себя что-то новое. Открыть, в каком лагере был этот человек, какую меру пресечения ему избрали и многое другое. И вот теперь, чтобы познакомиться с историей репрессивной политики Советского Союза, не обязательно ходить по музейным залам. Достаточно обратиться к интерактивному киоску. Этот проект обобщил море материала и исследований последних десятилетий. Не думали, что так все случится, думали, будет несколько попроще на первом этапе. Но проект будет дальше наращиваться, наполняться, в том числе и раздел «Люди и судьбы», представление людей, материалов, потому что все в один век это сделать сложно. Карты расположения лагерей и спецпоселков, снимки некрополей, памятных знаков, фотографий заключенных. Похоже, создатели проекта вложили в свое детище немало труда. Обратиться к проекту могут абсолютно все желающие. Тем более, потеряться виртуальные выставки невозможно. Программы написаны легко. Планируется, что информационный ресурс обогатит и другие музеи республики.